Слава Господу! Я понимаю, что есть люди, для которых это просто слова, но есть люди, для которых это поддержка и понимание, что идти верно за Богом. Я хочу сказать, вы большие молодцы, потому что пастор Артем, он уже ехал достаточно, и его приезды такие, и вы вот так вот реально идете, зная веры, исполняете видение послушным пастору, даже на многие километры. И даже сами здесь сохраняете атмосферу Христову, что очень важно. И знаете, сатана это злейший враг вообще всего человечества. Многие люди, и верующие в том числе, не до конца осознают всей серьезности, которую дьявол налагает на этот мир, и особенно на верующих людей. Иногда мы даже как верующие люди, мы забываем о том, что есть противник, сатана, лукавый, лжец его имя, человека-убийца его имя, вор, обманщик. Его имена сами говорят за себя. Он хочет делать только больно, он хочет делать, воровать души человеческие. И иногда у некоторых, даже верующих людей спрашиваешь, ты веришь в Бога? Они говорят, да, я верю в Бога, а ты знаешь, кто твой противник? И они говорят, ну, я сам, можно услышать, или соработник какой-то. Но на самом деле, Библия говорит, что дьявол был свержен с небес, и в книге Откровения написано, что он, желание его, оно как только, как выражается, как именно ненавистью к человечеству, ненавистью к детям Божьим, и его цель уничтожить все человечество. Поэтому он расставляет свои капканы и ловушки, все свои плевелы, чтобы дети Божьи попадались на них. Но сегодня я здесь, не чтобы проповедовать о дьяволе, но чтобы разрушить дела дьявола. Аллилуйя! Господь пришел разрушить дела дьявола. И цель нашего Господа, чтобы мы, дети Божьи, ходили в свободе Иисуса Христа, чтобы мы, дети Божьи, имели эту свободу, не только на словах, но и на делах. Аминь! Чтобы мы были свободны, наши дети были свободны, наши родственники были свободны. И Господь заплатил за это своей кровью. Аллилуйя! И знаете, сегодня я буду говорить об этом много, потому что напоминанием я возбуждаю в вас чистый смысл, чтобы ваша вера, она укреплялась и утверждалась. Аллилуйя! Знаете, мне приходится часто проходить укрепление, потому что мы начали церковь, да, и кто-то знает, кто-то не знает. И это с самого начала, знаете, вот, когда с самого-самого нуля. И нам вот исполнилось два года нашей церкви. Два года исполнилось. И это хорошее время, когда ребеночек, он уже начинает вроде двигаться, ходить, да. И знаете, мы проходили различные вещи, как и вы проходите. И я хочу сказать, блаженны уповающие на Бога. Аллилуйя! Потому что Господь есть надежда наша, поддержка наша. И сегодня, чтобы разрушить все дела дьявола, я хочу проповедовать проповедь на тему. Будьте святы, потому что я свят. Аминь. Господь сказал так. И в 1 Петра, 1 Петра 15-16, я хотел бы прочитать вместе с вами, что здесь написано. И очень коротко мы посмотрим на это местописание. Аллилуйя! Если у вас есть Библия, конечно же, посмотрите тоже. 1 Петра, 1 глава. И здесь написано. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Аминь». Знаете, есть люди и верующие люди, они считают, что в принципе уже достаточно ходить в церковь и читать Библию. Это уже святая жизнь. Но я не зря сказал вам, что есть противник, который делает все возможное, чтобы верующие люди стали неверующими. И он посылает свои козни, разные козни. И люди, многие люди, они попадаются на эти козни. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели с вами 1 Петра 4 главу. Слова апостола Павла. И мы сегодня будем так двигаться по Библии. Замечательные местописания будем читать с вами, дорогие. Итак, 1 Фессалоникийца, 4 глава. С 3 стиха. И здесь апостол Павел говорит так. Он обращается к церкви. Заметьте, к церкви. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога». Аминь. Господь говорит через апостола Павла в церкви. Он говорит о том, что воля Божия есть освящение церкви Божией. Есть очищение церкви Божией. И знаете, под заголовок вообще моей проповеди, он называется так, очищение церкви. Нам, как церкви, нам нужно освящение. Нам, как церкви, нужно очищение. Потому что само слово «святость» говорит о том, что это отделение от греха или чистота. Аминь. Это чистота. И смотрите, апостол говорит, что воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Что такое блуд вообще в сущности? Что это такое? Соблуждение вообще-то. Это когда, вообще в прямом смысле слова, да, когда идет измена, мы знаем, да, такое, что мужчина или женщина, муж и жена изменяют друг другу. Но также мы знаем, что блуд, это когда человек, даже не замужний или не женатый, он просто ходит и с разными партнерами встречается, встречается и блудит с ними. Он делает блуд, он совершает блудодеяние. Но также я хочу вам сказать, что есть еще одно понимание, как блуд, как неверность. И эта неверность не Богу, не человеку, но Богу. Есть блудодеяние, которое совершает человек против самого Господа. Знаете, мы живем с вами в мире. Мы приходим в церковь, мы собираемся, церковь собирается, все мы собираемся, мы молимся, общаемся. Но большую часть времени мы с вами находимся в этом мире, который наполнен силой греха, наполнен блудодеяниями, наполнен всеми примерами того, чтобы мы с вами стали такими же, как и сам этот мир, блудниками. Он говорит нам о том, что посмотри, как все красиво, все классно, ну ничего, погреши, маленечка, ничего с тобой не случится, ничего с тобой не будет. И знаете, грех, он заразителен очень сильно. И знаете, есть такое выражение, что запретный плод сладок, да? И Адам и Ева, они попали на крючок кого? Сатаны, дьявола, который что? Искусил их. И дети Божии, не исключение, сегодня, я обращаюсь к вам, дорогие церкви, дети Божии сегодня подвергаются таким же искушениям, через которые Сатана заманивает их в свои ловушки. И Господь обращается сегодня к церкви, и Он говорит, будьте святы, потому что я свят. С кого мы, церковь, должны брать пример? Скажи громко. С Иисуса. С Иисуса Христа, с Господа нашего. Ты скажешь тогда громкий аминь. Аминь. Да будет так, что значит, аллилуйя. Мы должны брать пример с нашего Господа. И его пример, самый великий. Он говорит, будьте святы, потому что я свят. Знаете, в этих словах Господь помогает нам оставаться верными Богу. В этих словах Господь помогает нам не погибнуть и не пойти на вечные мучения. Святость, она сама по себе святость. Когда ты начинаешь жить святой жизнью, ты отделяешь себя от греха для Бога. Ты не участвуешь в делах тьмы. Ты не участвуешь в делах беззакония. Ты идешь к Богу. Аминь. И знаете, иногда это непросто. Иногда нам больно. Иногда нам тяжело расставаться с привычками, которые у нас уже есть в жизни. Это трудно. Но ты же уповаешь на Бога. И Он помощник твой. И если ты проводишь с Ним время, если ты молишься, если ты пребываешь в слове, если ты, как говорит апостол Павел, освящаешься, то Господь помогает тебе. Аллилуйя. Он утверждает твою веру. Подобно, как землетелец, который посеял семя. Вы сейте семена? Огородники? Есть тут огородники? Я вам хочу сказать, я вчера первый раз рассаду высаживал. Мне нравится заниматься землетелем. Не знаю, очень интересно. А вообще, ну, нравится собственно выращенные помидорки, огурчики. И вообще все это. И вот мне даже она снимала вчера, фотографировала. Я эти семечки, помидорки. Я не знал, что их надо прорастить. Я знаю, что огурцы надо проращивать, но семечки, помидорки я не знал. Ну ладно, уже что. Посадил. Он как-то повалился. Я говорю, во имя Иисуса все. Он такой, во имя Иисуса прорастите все. Мы посадили все это. Я в земельку сделал такие, не горшки, но как бы такие тарочки. Убили земли. Засыпали, посадили. Вы знаете, дорогие, я сделал самое главное. Я их полил. Я их полил во имя Иисуса. Знаете, Бог, если вы пребываете с Ним в общении, Он будет поливать вашу веру. Находясь в общении со Христом, твоя вера будет обогащаться. Она будет становиться сильнее. Но помните, что лукавый, Он приходит украсть, убить и погубить. Он будет посылать в вашу жизнь различные искушения. Но вы должны быть тверды. Аминь. Мы церковь Иисуса Христа, и мы должны твердо сохранять веру. Сегодня мне очень понравилась песня, которую мы пели. Верю я, что... Ну-ка давайте, верю я, что Он Бог, что Он Иисус Христос Сын, что Дух Святой, Триединый Бог. Верю я. Знаете, наши слова должны подтверждаться делами. Ты скажешь на это аминь. Аминь. Если ты веришь, то ты подтверждаешь свою веру. То ты поступаешь так, как говоришь. И Господь сегодня, Он взывает к Церкви Божией. И Он говорит, будьте святы, потому что Я свят. Если вы сегодня где-то наступили на эту мину греховную, и вы где-то, может быть, одной ногой, а может быть, двумя ногами, вы уже стоите в грехах, возможно, вы вернулись к старым привычкам, возможно, вы не можете оставить. Самое страшное, это не явные грехи, это тайные грехи. Явные грехи, они во свете, они обличаются, и человек освобождается. Но тайные грехи, они могут вас контролировать. И, как сегодня свидетельствовали, страх, он может просто годами контролировать человека в Церкви. И вы знаете, мы с вами, мы должны взывать к Богу, взывать к Его святости и освящаться от Него. Аминь. Итак, блудодеяние, это неверные поступки, которые совершают, если мы берем мужа и жену. Но также мы с вами поняли, что Церковь, она может находиться в блудодеянии. Давайте посмотрим 1 Коринфянам 5 глава. Сейчас будет очень интересно. Вели соседки, сейчас будет очень интересно. Господь тебя будет очищать. Аллилуйя. И слава Богу, да, что мы не становимся каким-то болотом, в котором просто прокисли все продукты, лягушки там заквакали, да. Надо быть проточной водой. Аллилуйя. Надо быть чистой рекой, потому что слово святость это чистота. Аллилуйя. Итак, 1 Коринфянам 5 глава. Посмотрите, что произошло в Церкви. Обратите, ну прям, внимание на это. С первого стиха. Апостол Павел обращается к Церкви. И он говорит, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. И притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. Шестого стиха. На самом деле, это ужасные грехи. И мы видим, что в Церковь зашел прям как будто сатана. Но и люди, которые пришли в Церковь, это начальная Церковь, они еще не были очищены. И особенно люди, которые недавно пришли к Богу, и обращаясь к вам, в вашей жизни могут быть очень много искушений. И вы должны их побеждать, посвящая свою жизнь Богу. И смотрите, что он говорит в шестом стихе. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом. Скажи, я хочу быть новым тестом. Я хочу быть новым тестом. А они все говорят. А они все. Вы уже обновлены, да, я так думаю? Вообще нормально у вас все. Святые. 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 Ну, кто святой здесь? Подойми руку. Аминь. Так. А почему заднюю площадку молчит? И не говорит ничего. А на самом деле, мы святые. Кровью Иисуса Христа. Я хотел сначала задать вам вопрос. А кто для вас святой? Вы, наверное, тоже мне сказали традиционный ответ. Такой дедушка бородатый, в фрясе, да, такой, святой. Но на самом деле, это церковь Христа. Аминь. Потому что мы не своими делами оправдываемся. А через кровь Иисуса Христа. Аллилуйя. Но нам нужно освящаться. Но нам нужно очищаться от этих пиявок и плевел, которые присосались к нам. Аминь. Итак, он говорит. А так, и так. Смотрите, я прям западаю. Павел. И так очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом. Так как вы бесквасны. Ибо Пасха наш, наша Христос, закон за нас. Посему станем праздновать не со старую закваску, не с закваску порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. И здесь апостол Павел конкретно показывает на святость. На святость, которая должна быть церковь Божия. Я писал вам в послании, не сообщаться с блудниками. И он начинает объяснять. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто называет братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже не есть вместе. Аминь. Вы знаете, дорогие, малая закваска пласят все тесто. И знаете, есть люди, верующие, они оправдывают себя тем, что они приходят на собрание, поднимают кверху руку, поклоняются Богу. А они выходят потом из церкви и живут старой жизнью. Но они говорят, я был в церкви, все, у меня хорошее отношение с Богом, все у меня ровно, все хорошо. Но я хочу вам сказать, малая закваска пласят все тесто. Знаете, многие из нас, я уже говорил, что мы проводим много времени, кто-то учится, ребята, да, кто-то работает, да, кто-то дома, где-то соседи кого-то достают. И знаете, важно вот в этих моментах остаться и жить святой жизнью. Потому что есть моменты, когда мы приходим именно на работу, когда мы приходим именно в свои коллективы, почему-то там мы уже совсем не такие святые, как мы показываем себя в церкви перед Богом. Знаете, я хочу вам сказать, Бог взывает сегодня, и Он говорит, будьте святы, потому что я свят везде, даже везде. Не только, когда мы собираемся в храмах или в домах молитвы, но везде. Мы должны быть везде подобны нашему Господу, церкви. Потому что мы тело Иисуса Христа, и Господь через нас являет Себя этому миру. Но что может явить человек, который сначала поклонялся Богу, пришел на работу, и обматерил пол коллектива, или вышел и закурил сигарету. Я не осуждаю, если этот человек пришел только вчера в церковь, и он еще не освободился от зависимости. Но я говорю о людях, как здесь написано, о тех, которые были уже в церкви, и глубоко были. И есть такие моменты, когда люди, они называют себя верующими, они курят, они продолжают выпивать, они продолжают материться, они продолжают богохульствовать этим. И знаете, так же написано, что говорит Павел, он говорит, кто крал, в предки кради, а лучше трудись своими руками. Никакое гнилое злово да не исходит из уст ваших, а только доброе для наседания вере. Ты скажешь на это громко аминь. Потому что вот эти гнилые слова, Библия называется гнильем, матерки, это то, что идет за церковью, из мира. Алкоголь, это то, что идет за церковью, из мира. Табакокурение, разные негативные привычки. Это все способствует разрушению вашей веры. Если вы спокойно будете разрешать себе и допускать старые привычки, то, приходя на собрание, вы будете только на время чувствовать себя легче, а потом вы будете опять погружаться в страхи, в сомнения, в различные фобии. Поэтому, если ты хочешь, чтобы ты был наполнен радостью, ты хочешь это? Аминь. Ну, клубнись. О, вот так, Кто-то в теле, кто-то уже улетел, где-то. Так, приземляйтесь, церковь, дорогая. Мы еще на собрании. Если ты хочешь, чтобы твоя вера, она была горячая, чтобы она была наполнена Иисусом, ты должен оставить старое. Малая закваска квасит все тесто. Он говорит, что есть верный слух, что у вас, обращаясь в церкви Каринфинах, появилось блудодеяние. Кто-то скажет, меня вообще это не касается. Но мы с вами понимаем, что блудодеяние... Посмотрите, как говорит апостол Иаков. Иаков 4,4. Смотрите, как он говорит о прелюбодеянии. Иаков 4, глава 4, стих. Прелюбодей и прелюбодейцы! Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Мы понимаем сейчас, да, что говорит апостол Иаков? Мы понимаем, что прелюбодеяние это может быть фактом измены с миром. Ты становишься с ними на одну волну. Есть такая волна, русское радио, все будет хорошо. Ну, прикольно, да, звучит? Вы знаете, дорогие, в принципе, апостол Павел не говорит нам выйти из мира вообще, убежать из него, освободиться от этого мира. Он говорит нам, чтобы мы не вставали на одну волну с этим миром. Субтитры создавал DimaTorzok